Всем привет, с вами Маша Маева, и сегодня у меня на канале знаете кто? Знаете, конечно! Макс Брандт, ребятушки, конечно же, потому что вы только что посмотрели видео на моем канале и уже здесь. Спасибо вам, уже поможет поставить лайк. На канале у Макса говорилось о том, что мы будем пробовать Love Is и Орла, но материал потеряли. Мы это даже отсняли, мы все сделали, мы это попробовали, все было очень вкусно, но, к сожалению, материала нет. Но, но у нас сегодня 7 разных китайских киткатов. Кажется, что красные, они обычные, но они тоже какие-то необычные. И сегодня мы их все попробуем, протестируем и скажем, какой лучше. Итак, ребятки, все, я хочу, давайте начнем с самых красных, а потом приступим к другим цветам. К менее красным, так скажем. Давай, какой самый красный у тебя? Вот самый красный. Давай. А там запах какой? Быстро скажи мне. Кислый, скитлз. Клубника, ребята. А, да. Запах клубника. Кислый, скитлз. Кисленький пахнет. Вот, то есть это розовый шоколад, а внутри, видимо, печенька. Ага. Вафелька. Ананасовый в детстве. Не, мне знаешь, она начинает растишку замороженную? Не ел. Ребят, он не ел растишку. Они тоже не ели. Если вы ели растишку, ставьте лайк. Будет мало лайк, поэтому пишите в комментариях, что вы не ели. Давайте так, хэштег ели, не ели. Хэштег ели, не ели, да. Хэштег ели. Хэштег ели. Хэштег ели. Ну, ребят. Пой. И транспортировки пострадала. Тут, в принципе, то же самое, только вместо клубнички шоколадик. Ой, слушай, а пахнет? Пахнет просто чем-то прелым. Ну, на вкус нормально. Ну, обычный киткат. Не, необычный, знаешь, какой. В общем, тут все по-китайски, мы не понимаем, что здесь написано. Но вкусно. Ну, пахнет какао каким-то. Вот много какао как будто чуть-чуть. Твои попытки закончились. Выбирать первый. Теперь я хочу выбрать розовый. И я удивлюсь, если там не цвет первого китката. Мне кажется, там коричневый будет. Розовый, но другой. Точно такой же. Нет, менее розовый. А чем пахнет? А пахнет тем же самым. Тоже кислом. Тоже скитался. Ребят, совсем другим пахнет. То есть, если там был четкий, выраженный вкус, запах, прошлощение, стробари, то здесь малинка. 100% малина. Малина или черника? Нет, черника больше попахивает. Кто канал на еде построил? Мне можно верить. Малиновый киткат. Чистая малина, все, 100%. Он кислоту отдает. Ой. Потому что это не настоящая малина, это фабричная синтетика. Короче, это вкусно. Но я, честно, не сильно привяжу отличия между первым киткатом и этим. Мастер говорит, что первый был стробари, секонд рапсбери. Давай. Бери. Ну, да, это просто для малышей, так сказать. Ну, ну, как бы. Тут даже доедать нет смысла, убираем. Все понятно, но это вкусно, как и всегда. В черной упаковке черный киткат. Это кофе, наверное, 100%. Наверное, 100%, ребят. То есть, понимаете, наверное, 100%. Это уверенная неуверенность. Да, пахнет этим кофеечком. Он реально сладкий. То есть, как бы, кофе там чисто для цвета. Это темный шоколад, а там молочный. Вот что. Ну, да, но в сути роли вкус точно такой же. Тебя послушать, у тебя все такое же. Ну, у меня да, но потому что я не... Два розовых, все такие же. Мини киткат такой же, я такой же, как все. Ты оттенков не чувствуешь, понимаешь? Поэтому я не дегустатор. А я просто люблю жрать на камеру. Отлично. Вот, ребятушки, зеленый... 100% зеленый чай. Нет. Ну, только как бы... Да, зеленый чай, но по запаху обычно бывает как что? Как какашки. Это тебе. Да, это пахнет рыбой, тухлыми. Во, пахнет, как, короче, водосы, в которые заматывают роллы. С вашего позволения, я не буду это есть, потому что я пробовал, и я могу сказать по вкусу, что это на любителя, а я профессионально. Давайте, короче, я попробую, смотрим. Фу, можно я тоже не буду? Ты сказала, обещала. Ладно. Все. Кто это ест? Ну, то есть не очень вкусно, да, тебе? Противоядие несите. Ты была, кстати, права, что вот это, скорее всего, сладенькое, вкусное, оставляю напоследок. О, пахнет тыквой. Рель тыква? Рель пахнет тыквой. Я не знаю, как пахнет тыква, но знаю, как пахнут тыквенные семечки. Самый необычный вкус за сегодня. Даже я не могу понять. Кремовый какой-то, такой. Знаете, вот тыквенный мусс. Я, кстати, никогда не пробовала тыквенный мусс. Я знаю, что это что. А есть такое вообще? Я так уже сказал. Я думаю, что никто тыквенный мусс не пробовал. Пишите с хэштегом, я пробовал тыквенный мусс, и мне понравилось, или я пробовал тыквенный мусс. Не-не-не-не-не-не-не понравилось. Короче, пробовал, не пробовал. Лизал, ээ, да, проехали. Это самый необычный киткат за сегодня А их было 7 Было и raspberry, и strawberry, и этот самый Pumpkin У тебя дебильный акцент У тебя, знаешь, что дебильный? Ну-ка Ничего Отлично Значит, у меня будет много просмотров и подписчиков, да? Ну, не сразу Ребята, от себя что хочу добавить Не пробуйте зеленый киткат Где он? Этот зеленый киткат, нет, не ешь Все остальные вкусные, но самый вкусный это тыквенный киткат Это просто муа Ребятушки, если вы вдруг не видели наше с Машей видео на моем канале То ссылка в описании будет Надеюсь, подсказка, конечная заставка В комментариях написано В общем, там мы пробуем, что? Мы пробуем различные вкусы милки То есть, милка в шариках Милка в том Милка с Oreo Милка со всем другим В общем, ссылки в описании Подписывайтесь на Машу Маеву Ставьте лайк Вы лучше всех Макс Брандт, Маша Маева Всем пока